В Калмыкии возвращается масочный режим для отдельных категорий граждан. Оперштаб продлил действия ограничительных мер. Флэшмоб, велопробег и праздничный концерт. В республике отмечают день российского флага. Август горячая пора для школьников и их родителей. Наш специальный видеоматериал о том, сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году. Региональный Оперштаб по противодействию и распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлил действия ограничительных мер до 25 сентября включительно. Соответствующий указ подписал глава Калмыкии Батухасиков. Согласно документу, гражданам возрасте старше 60 лет, гражданам, имеющим заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции, а также гражданам, не прошедшим вакцинацию против COVID-19, рекомендуется использовать гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Также работодателям рекомендовано обеспечить этих работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Глава Калмыкии принял участие в торжественном мероприятии ко дню государственного флага России. Церемония началась с возложения традиционных красных гвоздик к вечному огню на мемориальном комплексе «Героев гражданской и Великой Отечественной войн». Съем при весенном слове Батухасиков поздравил жителей республики с праздником. Дорогие земляки, с праздником, с днем государственного флага России. Для каждого из нас это главный и мощный символ нашей страны. Символ, который объединяет нашу мунинациональную страну. Гордитесь нашим флагом и защищайте его честь. На любом участке работы, на всех фронтах. Это наш долг. Так наша страна будет непобедима. Наша страна будет уверенно развиваться. И мы будем ей гордиться. С праздником! В рамках торжественного митинга глава республики вручил пулеметчику калмыцкого добровольческого отряда Андриану Иняеву медаль за ратную доблесть. После чего Хасиков и Иняев подняли российский триколор над мемориальным комплексом. По словам участников специальной военной операции, подобные мероприятия объединяют жителей нашей многонациональной страны. А тем, кто сейчас находится за ее пределами и выполняет свой воинский долг, поднимает дух и напоминает о родине и доме. Поздравляю всех жителей республики Калмыкия с таким очень важным и нужным праздником в Днем государственного флага. Я как сам участник специальной военной операции и других, скажем так, боевых действий не раз приходилось участвовать в демонстрации нашего флага и в рамках пределах нашей страны, и за пределами. Поэтому я очень с теплотой, с гордостью отправляю праздник. Еще раз всех с праздником, здоровья, любви и мира. Глава Калмыкии принял участие в высадке аллеи строителей. Новый зеленый островок появился в парке села Троицкое Целинного района. Мероприятие, инициированное оригинальным минстроем, было приурочено ко Дню строителя. Глава республики поздравил с профессиональным праздником ветеранов отрасли, а также тех, кто продолжает созидать сегодня на благо нашей малой родины. Спасибо минстрою Калмыкии во главе с Антоном Рубановым и нашим строителям за прекрасную инициативу. Теперь в селе Троицкое есть аллея строителей, еще один зеленый уголок в регионе. Во-первых, пусть таких мест, украшающих республику, будет как можно больше. Любая подобная инициатива приветствуется друзьям. Во-вторых, важно, чтобы люди знали героев отрасли, и профессия строителей становилась более популярной, особенно среди молодежи. В-третьих, такие мероприятия – это демонстрация нашей готовности «Неустанно трудиться, а интересной работы впереди много», – отметил Хасиков. Участники мероприятия высадили саженцы дубов, которые в будущем станут единой композицией с кустами гортензии, барбарица и чубушника. Всего в Троицком парке появилось более 200 новых насаждений. С профессиональным праздником коллег поздравил и профильный министр. По словам Антона Рубанова, сегодня минстрой активно поднимает престиж профессии строителя, что положительно скажется на востребованности среди молодежи, и решит вопрос кадрового голода. Очень меня радует именно та история, что именно строители, мы не только с вами являемся локомотивом экономики и развития, а то, что и даже этот маленький тренд, заданный Бату Сергеевичем, именно Министерство по строительству и строительная отрасль первыми в республике подхватило и показало, что мы можем на самом деле при минимальных затратах и коллективно все вместе возводить. Для сотрудников Росгвардии открыли новый стадион. Торжественная церемония состоялась на территории управления, в которой приняли участие глава региона, руководство территориального органа Росгвардии, представители администрации города, общественных организаций и компании застройщика. С открытием министрадиона «Отважный» собравшийся поздравил руководитель республики. Дорогие земляки, уважаемые коллеги, товарищи офицеры, я вас поздравляю с открытием стадиона, с гордым названием «Отважный» на Рамазанович. Это отличное имя, самое правильное имя, очень актуальное имя. Я хочу сказать, что всех нас, кто находится здесь, и те, кто близок к нам по духу, вот открытие этого стадиона, оно символизирует и объединяет в том, что мы относимся к той категории людей, которые стремятся постоянно самосовершенствоваться, и мы всегда готовы принимать любые вызовы. Стоит отметить, что строительной компании стадион удалось возвести в кратчайшие сроки. Слова благодарности от всего личного состава за поддержку и участие в организации и строительстве объекта выразил руководитель управления Росгвардии Наран Астинов. Теперь улучшение спортивной базы положительно скажется на здоровом образе жизни и подготовке сотрудников в решении служебно-боевых задач. Данный объект будет предназначен для занятия спортом личного состава, а также проведения различных спортивных мероприятий по футболу между командами, которые находятся и дислоцируются, как говорится, на территории Республики Калмытия. Спорт, как говорится, приветствуется, потому что в здоровом теле здоровый дух. Ну и как бы командные игры спорта, они способствуют не только снятию стресса, но и пониманию друг друга как на футбольном поле, так и в дальнейшем служебной боевой деятельности. Студенты Калмыцкого государственного университета присоединились к праздничным мероприятиям, посвященным российскому триколору. В рамках торжественной церемонии поднятия флага ребята поделились историей создания государственной символики России и прочитали стихи о неотъемлемой части российского патриотизма и суверенитета. Все наши студенты приняли активное участие и тем самым показали свою, можно сказать, заинтересованность в данном празднике и непосредственно уже разделились с нами этот день. Это наш студенческий совет, также совет старост, наша фотостудия университета, профком обучающихся к ЛМГУ. Эти организации, которые были неравнодушны и вызвали с нами поднять флаг Российской Федерации. Думаю, что наши студенты, если мы будем каждый год проводить акцию поднятия флага в нашем университете, то они будут знать и чтить наши гербы, флаг России. С 29 августа Министерство сельского хозяйства Калмыкии начнет прием документов для предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским фермерским хозяйством, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на приобретение технических средств контроля. Заявки будут приниматься до 26 сентября по адресу города Листа, улица Тамтуачирова, дом 15, Министерства сельского хозяйства Республики. Более подробную информацию можно получить на сайте, адрес которого вы видите на ваших экранах. Август – горячая пора для родителей и школьников, ведь впереди начало нового учебного года. Рюкзак и форма, обувь и констовары – все это из списка необходимых школьнику вещей. А забоченные лица родителей в поисках белых рубашек и блузок, темных брюк и юбок, спортивной формы и прочих принадлежностей – своего рода примета приближающегося дня знаний. О подготовке к учебному году в нашем следующем видеосюжете. Анна Борисовна Циренова отправляет в школу уже третьего внука. Поступление в первый класс, хоть и хлопотное, но приятное дело, делится с нами в интервью бабушка Вити. Подготовка к школе в семье Циреновых началась еще с начала августа. У нас в этом году волнующие события. У нас третий внук идет в школу, старший у нас в прошлом году поступил, средний у нас перешел в шестой класс и вот последний, третий у нас идет первый класс. Мы рады, волнуемся, конечно. Витюша у нас ходил на подготовительные, мы умеем читать, считать, пишем. Так что в школу готовы. Самое главное, что стоит первым в списке необходимых ребенку вещей – школьная форма. На сегодняшний день выбор разнообразен. Пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки, юбки, блузки. Но у каждой эльстинской школы свои требования по цветовой гамме. Например, в национальной гимназии, куда идет Витя, школьная форма должна быть цвета электрик. Мы постарались, мы отшили все в размерной сетке и ткани от наших отечественных российских производителей. Наша продукция произведена в городе Листа, в нашей республике. Соответственно, мы знаем все потребности нашей школы, цветовые предпочтения. Сейчас вот самая такая, как говорится, тема – это одеть, подготовить ребенка к началу учебного года. Ну, с нашей стороны, это одежда, конечно же, да. Два шестьсот, два пятьсот. Мальчики – это брюка, жилет. Девочки – юбка, жилетик. На канцелярские же товары первокласснику потребуется около двух тысяч. Сюда войдут тетради, обложки, картон, цветная бумага, карандаши и многое другое. А вот при выборе рюкзака придется раскошелиться. При этом сумка не должна навредить осанке ребенка. Спинка рюкзака не должна провисать по тяжестю книг, натирать спину и деформироваться со временем. Стоимость такого ранца начинается с четырех тысяч рублей. Самое главное для малышей, для первоклассников особенно, рюкзак должен быть легким, с ортопедической спинкой. Обязательно присутствует светоотражающий элемент и широкие мягкие лямочки. Рюкзак должен быть, самое главное, облегченный, чтобы ребенку было удобно носить и комфортно. В случае покупки товара ненадлежащего качества можно воспользоваться правами и вернуть деньги или обменять некачественную продукцию. Если же продавец отказывает, то с этим вопросом поможет Управление Роспотребнадзора по Калмыкии. В случае приобретения некачественной школьной формы необходимо в первую очередь обратиться к продавцу с письменной претензией. Претензию подавать необходимо в письменной форме. Если продавец проигнорировал или же ваши требования, или же отказал вам, и вы не согласны, вы можете обратиться для дальнейшего разбирательства в Роспотребнадзор. День Республики Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно. В Олгском и Волгоградской области завершились международные армейские игры «Армия-2022». В рамках соревнований команды из России, Белоруссии, Ирана, Армении, Узбекистана, Лаоса, Сенегала боролись за звание лучшего в этапе «Инженерная формула». Здесь же прошли мини-игры среди несовершеннолетних. В них приняли участие пять команд, среди которых и ребята из Калмыкии. После изнурительной борьбы на строевые подготовки и полосе препятствий с более старшими соперниками наша команда под названием «Кочевник» завоевала второе место. На награждение всем участникам вручили подарки от Министерства обороны. Также участники игры привезли в республику кубок и грамоту соревнований. МЧС России по Калмыкии сообщает в связи с тем, что на территории региона отмечается усиление ветра до 25 метров в секунду в сочетании с высокой пожарной опасностью. За прошедшие выходные дни зарегистрировано каратное увеличение количества пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности. Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают жителей республики быть бдительными и осторожными в обращении с огнем. Основной причиной таких пожаров является человеческий фактор. В целях недопущения пожаров необходимо соблюдать требования пожарной безопасности при курении, не допускать сжигания мусора, очищать придомовые участки и прилегающую к ним территорию от горючих отходов и сухой травы, обеспечить домовладение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, не допускать шалости детей с огнем. Хочу напомнить, что в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа до 800 тысяч рублей. Будьте осторожны с источниками открытого огня, не подвергайте себя и своих близких риску. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV.ru и на официальных аккаунтах ВКонтакте и Телеграма. На этом у меня всего-всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова